Это РЖД ТВ, это только спорт и это Казань. Да, Алиса Тарсанова очередной раз стала местом притяжения спортсменов-железнодорожников и мы, разумеется, здесь. А что же здесь происходит? ОРЖД и Роспрофжел вместе устроили спортивный фестиваль. Носит он название «Лока. Мы вместе». Здесь порядка 800 человек принимают участие в разных мероприятиях и, естественно, спортивных. На них мы и сделаем упор. Их много, параллельно все проходят. Все мы обозреть не успеем, но кое-что увидим вместе. Познакомимся с интересными людьми, понаблюдаем за соревнованиями, увидим радость победы. Конечно, тоже. Если вы с нами, ну что ж. Тогда вперед, Локо! Организаторы объединили сразу три мероприятия. Это корпоративный специальный проект ОРЖД «Семейные ценности», международный фестиваль спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень» и третий железнодорожные спортивные игры Роспрофжел «Мы вместе». Вот так вот нетривиально подошли и все это виднили в Казани. Главной точкой и таким ключевым местом стала деревня Универсиады. Это наследие Казанской универсиады 2013 года. Все мы помним, это глобальное спортивное событие. Здесь используется наследие по назначению. Здесь располагается кампус, сразу нескольких вузов. Тысячи студентов здесь проживают. И имеется возможность принять спортсменов, которые приезжают сюда на игры БРИКС или на спортивный фестиваль, который мы с вами вместе наблюдаем. Вы, наверное, заметили, немножко пустынно. А почему? Да потому что в разгаре соревнования не только здесь, но и в соседних локациях идут баталии. Давайте окунемся в них. Поехали! Буквально несколько минут пешком от деревни Универсиады и мы у центра гимнастики. Здесь, в этом новейшем спортивном сооружении, проходят соревнования по гимнастике всероссийские, самого высокого уровня. И, кстати, чемпионат Европы по бадминтону в середине десятых здесь проходил. А сейчас железнодорожники соревнуются здесь в разных дисциплинах, в том числе и по фиджитал-спорту. Александр, в двух словах об уровне турнира Вам есть с чем сравнить? Вы же воочию наблюдали и участвовали в организации «Игр будущего». Что здесь, насколько это похоже на тот класс, который показывали здесь весной? Очень яркая параллель, потому что уровень организации соревнований очень высок, очень много дисциплин. И каждый раз мы следим за уровнем развития подобных вещей. И каждый раз приезжая сюда, мы видим, что добавилось что-то новое, инновационное. В общем, очень приятно, что компания РЖД следит за трендами. А что за тренд вот этого года этих игр? Вот как раз здесь мы стоим на площадке, где проводится физическая часть дисциплины трехмерного тактического боя, лазертак. И это как раз инновационная дисциплина. Данный вид спорта появился всего лишь год назад. Сейчас он захватывает мир. Кстати, скоро в Арабских Эмиратах будет финал. Вот на это я так уже заглядываю. Так что, возможно, спортсмены компании РЖД приводят там участие, если смогут. А как вам вообще железнодорожники? Вот как их мастерство? Вы сегодня успели посмотреть? И как вообще выступают наши коллеги? На самом деле, очень приятно посмотреть на подкачанных спортивных людей всегда. Вот. А тех людей, которые рутся к победе и пытаются выгрызть эту победу любым способом, ну, естественно, в рамке дозволенного, это всегда очень ценится. И здесь, конечно же, некоторые команды приехали максимально подготовленные уже. И это очень приятно. Потому что, когда мы первый раз здесь проводили, все такие, что такое лазертак? А сейчас уже приятно посмотреть. Есть тактики, стратегии. Уже какие-то вещи прямо цепляются к глазу. Мы специально пришли, чтобы посмотреть, кто же станет сильнейшим. В финале встречаются команды Северокавказской железной дороги и Забайкальской железной дороги. Только что закончился цифровой этап. Эмоции кипели. Мы все это видели. А прямо сейчас, буквально несколько минут, и начинается финал на поле для лазертага. Команды готовы. А мы будем смотреть, кто же из них станет сильнейшим. После цифрового этапа Забайкальцы были впереди. Прямо сейчас Северокавказская железная дорога отыгрывается в этом физическом этапе. Я, честно говоря, прохладен достаточно к компьютерной игре, к стрелялке, к контр-страку конкретно. Но вот что касается лазертага, очень даже любим мы побегать с друзьями. Это может показаться довольно-таки просто. Ну что там, бегаешь себе, да и стреляешь. Но нет, на самом деле и тут физическая подготовка нужна. Потому как, а ну-ка, наматай тут кругов и не выдохнись, как говорится. Поэтому, а еще и нужно помнить, что работаешь на всю команду. Руслан, с победой эмоции прямо сейчас какие? Спасибо. Эмоции зашкаливают. Как бы мы рассчитывали на первое место. Готовились много. В основном акцент нашел на лазертаг. Ну и в контре не подвели. А как готовились? Что это была за подготовка? Ну, подготовка у нас как бы была вообще за три дня до соревнований. То есть, в контр-страке у нас два человека играли, остальные нет. То есть, ну, и удача нам помогла. А здесь вот что было самое сложное? Все-таки вы прошли жернова отбора, потом плей-офф и финал наконец. Честно, самое сложное – финал. Предыдущие игры не так сложны были. А почему? Волнение или что? Или соперник был серьезный? Неожиданность была. Мы рассчитывали, что финал завтра будет. То есть, мы расслабились. Уже не так по накатанной прошло все, весь процесс. Ну, в целом, как объясните, что привело вас к победе? Это командный дух? Это взаимопонимание? Это что-то в течение обстоятельств? Только командный дух. Мы как единое целое действовали. Команда у нас решала все. То есть, мы были сплочены на все 100%. Спасибо большое. С победой. Спасибо вам. Всего хорошего. Фиртал – это, безусловно, фишка железнодорожных спортивных игр. Еще с прошлого года они уже были в программе соревнований, но были вне зачета. А в этом году, когда тем более здесь, в Казани, прошли игры будущего, всемирная, абсолютно глобальная, международная история, то уже и наши участники железнодорожных сказали, давайте в конце концов будем это делать по-настоящему. Считайте нам очки, баллы и так далее. Но не лазертагом единым. Кроме того, гонка дронов – это, наверное, даже будет посложнее. Давайте поглядим. Вообще, теоретически, кажется, что все это очень просто. Маленьким таким дрончиком пролететь вот этот вот огромный, не черный квадрат. На деле, оказывается, это очень и очень сложно. Понятно, что некоторые коллеги, ну, не то чтобы сильно готовились, да, и у них неплохо это, получается, сделать на консольке. Но вот по-настоящему пролететь маленьким дроном вот эту вот трассу не так-то и просто. Это было непросто. Очень здорово, круто, интересно, но нужно работать, учиться, тренироваться, чтобы хоть что-то получилось. Да, в том году соревнования были только в дисциплине на компьютерах. Это было более легче, потому что на реальных дронах это совсем другое. Что касается соперников, насколько серьезный уровень у них? Или все примерно одного? Ну, так как это новая дисциплина, думаю, то, что все примерно равны. Есть, конечно, сильные, но не сказать то, что кто-то там сильнее нас. Есть и сильнее нас, и слабее нас, так что все равны. Серебряная осень. Посчастливилось нам прикоснуться и к этим соревнованиям. Мы специально приехали на другую сторону, если честно, реки Казанки, чтобы посмотреть, как работают, как соревнуются самые опытные железнодорожники, спортсмены-железнодорожники. Здесь соревнования по волейболу проходят. Мы приехали посмотреть главные матчи, где разыгрываются уже медали. Вообще, в течение нескольких дней здесь проходили соревнования самые разные. Впрочем, все те же, что и проходили спортсмены, которые участвуют в железнодорожных спортивных играх. Было плавание, был, естественно, бег. Чтобы понимали, 80 плюс спортсмены для железной дороги – это рядовое дело. Да, Серебряная осень – это, конечно, квинтэссенция. Вишенка на торте всех тех отборочных турниров, которые проходят в разных регионах. Здесь собрались сильнейшие. И вот это вот действительно блеск в глазах соревновательная составляющая. Не пустые слова. Мы это наблюдаем здесь. Вы, наверное, даже слышите, как поддерживают. Это болельщики, это те команды, которые уже отыграли свое. Вот они успели здесь дружиться, пообщаться. Несколько дней провели вместе. Мы не видели всех соревнований. Но наши коллеги из пресс-службы облагодарительного фонда «Почет» видели многое и поделились с нами. А мы делимся с вами, своими глазами, наша рубрика. Давайте вместе поглядим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Мне вообще по кайфу, нужно сказать. Это здорово, когда собирают хорошее гостеприимство, хорошие условия. Все, интересно, знакомишься. Считай, сколько. Россия какая необъятная. Плюс, я говорю, Белоруссия. Всегда охота, чтобы всегда вот такие были отношения дружественные. Ирина, как получился, на ваш взгляд, вот этот спортивный фестиваль «Серебряная осень» здесь, в Казани? Хорошо, что именно мне этот вопрос задают. Я уже 4 года с этим проектом. Безусловно, есть плюсы, безусловно. И есть небольшие минусы. Ну, давайте о хорошем. Желательно, да. Надеюсь, что плюсы перевесили. Да, да, конечно, да. Все очень и очень довольны. Довольны выступлением. Спортивная составляющая возросла. Как результативность спортсменов, так и судейский состав. Конечно, уровень очень высокий. Азарт безумный. То есть люди... Вот у нас была девушка, не умеющая плавать, и она все равно поплыла за свою команду. Два раза хватанулась за бортик, очки принесла. Я иногда просто привожу с собой молодой состав судейской бригады, и мы учимся у этих людей. Они большие молодцы. Какой самый яркий момент из этих дней для вас, помимо вот этого прекрасного эпизода из бассейна? Самый яркий момент, пожалуй, это легкая атлетика, где выступал невероятный спортсмен Михаил Константин Жбабкин. Это самый богатый по количеству прожитых лет спортсмен на всей Спартакеаде. И он выигрывает у молодежи. Это было что-то. Зрелище неописуемое. Дистанция один километр. Он продержал своих соперников впереди себя в аэродинамической трубе, за ними, значит, пробежал и финишировал первым. Было что-то с ног сшибательно. Я ваш немножко банальный вопрос задам, но тем не менее, как вы считаете, для чего нужны вот такие фестивали? Такие фестивали, безусловно, нужны для продолжения, продления спортивного долголетия самих участников. Но эти фестивали еще и показательная карточка для молодежи. Вот так надо жить. Жить на полную катушку. Среди этих спортсменов огромное количество мастеров своего дела в прошлом. Но они продолжают спорт, продолжают здоровый образ жизни, и поэтому им 80 с плюсом, а результаты не хуже, чем у молодежи. Соревнования по волейболу. Сребряной осенью были самые представительные. 20 команд, причем они были международные. Здесь также были коллеги из Казахстана и Беларуси. Но они не пробились в призеры. А в финале встретилась команда Западно-Сибирской железной дороги и Центральный совет ветеранов. Матч получился крайне интересным. И только что мы наблюдаем с вами победу. Посмотрите, это вот, вот происходит прямо сейчас. Эти кадры, бесценные победители турнира. На протяжении нескольких дней они шли к этой победе, и у них это получилось. Финал был достаточно насыщенным, особенно первая партия была упорная. А вот вторую западно-сибирская железная дорога выиграла достаточно уверенно. Секрет успеха Запсиб на этом турнире? Ну, это сплоченная команда. Играем уже друг друга, знаем давно. Играем вместе. Поэтому успех очевиден был. Насколько сложно было победить на этом турнире? Сложно. Да, любая игра была сложная. Нас спрашивали, как вы будете играть в полуфинале, в финале. Мы на это не настраивались. Мы настраиваемся на каждый шаг. Каждую следующую игру нужно разобрать соперника, посмотреть, посидеть, где есть сильные стороны, постараться их исключить своей командой. И где есть слабые, как капелька. Кап-кап-кап, и потом поток и пошел. Вот все, команда все сделала. Все, вы видели, убивались, падали. Девчонки вообще замечательные. Поддерживали со всех сторон. Поэтому команда, главная команда. Поэтому результат такой. Можно ли сказать, что вы как-то намеренно готовились к этому турниру? Была ли такая подготовка проведена? Я вам скажу, что все сборные команды дорог, в том числе и Белоруссия, и Крым, мы с ними разговаривали. Они так же, как и мы, собрались за пять дней, за шесть. И готовились, мы, например, готовились на базе западно-сибирской железной дороги Заслоново. Есть у нас такой лагерь замечательный. Там есть площадки волейбольные, там есть бассейн, там есть настольные столы для настольного тенниса. Там все есть для подготовки. Ну, в том числе питание, проживание отлично. И вот там мы сидели, расписывали, где, куда, кому идти, как стоять и так далее. И даже провели две товарищеские игры с ветеранами и призерами города Новосибирска, 60 лет и старше. А у вас какая-то база есть волейбольная у вас или у членов вашей команды? Ну, то есть, я со стороны могу следить, что вы понимаете игру и даже транслируете свои мысли коллегам. Ну, дело в том, что я 25 лет с 97-го года готовлю все сборные команды западно-сибирской железной дороги, мужские и женские. И сам участвовал в кубке ООО РЖД. А когда он только начинался, он назывался кубок министра путей сообщения, железнодорожников и транспортных строителей. Вам есть с чем сравнить, как вам организация «Серебряной осени» здесь, в Казани? Организация замечательная. Волонтеры на любое, ну, даже на любое движение глазами откликаются. Все очень добродушно и с большим вниманием относятся к любому участнику. Замечательное питание, замечательный транспортный момент. И все здорово. Концерт, который мы увидели на открытии, но вы знаете, я такого зрелища не видел, ну, просто изумительно. Надо отдать должное руководству, РФСО «Локомотив», РЖД, почету, за то, что они смогли организовать такой замечательный праздник открытия. Все просто были без ума, и мы когда смотрели, особенно вот национальный танцевальный коллектив, это было что-то. Это на уровне мировых стандартов. Просто все хлопали, там, ладоши все отбили. Я боялся, что не хватит на волейбол. Спасибо большое. С победой, с праздником. Всех благ и здоровья. Спасибо. Вечер. Самое время для джаз-дэнса. Это тоже фиджитал-спорт, ритм-симулятор, который уже был опробирован, кстати, на слете молодежи прошлогодним. А потом победительница того самого соревнования участвовала, между прочим, в «Играх будущего» здесь, в Казани. И мы об этом рассказывали в нашем проекте. Постоянные зрители об этом знают. Ну а сегодня каждый из тех, кто выйдет на сцену, покажет свое мастерство. Многие из них, наверное, тренировались. Это будет что-то любопытное. Смотрите-ка, все желающие приглашены, и, надо сказать, уже немало их здесь в зале. Мы присоединяемся к ним. Скорее всего, будет громко. Никаких комментариев только смотреть, а после общаться с победительницей и с теми, кто это организовал. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Анастасия, ну вот слет молодежи в прошлом году и дальше, и наши выступали даже на «Играх будущего». И здесь опять прибавляют ли вообще железнодорожники в этой дисциплине? Да, конечно. И сегодняшние результаты, на самом деле, тому доказательство. Потому что у нас сегодня было и почти 13 тысяч, и много мегастаров, суперстаров. То есть, действительно, в этот раз выступление удивили даже нас с Иваном. Ну, я просто сидел, честно говоря, первый раз посмотрел так внимательно, так, то голубым по Европам. Сегодня я был поражен. Ну, вот если действительно сравнить уровень девчат, которые сегодня выступали, с тем, к чему привыкли видеть вы и с кем вы соревнуетесь? Ну, у нас уровень объективно повыше, но мы и танцуем уже много-много лет. Я, например, 9 лет занимаюсь джаз-дэнсом. То есть, здесь сейчас самое главное у железнодорожников набирать 13 тысяч, а дальше уже все это шлифуется за счет большего количества часов непосредственно в самой игре. Поэтому все впереди. И я уверена, что то, что мы увидели сегодня, это все будет прогрессировать, особенно у наших чемпионов. То есть, на предел, да? Ну, в этой связи-то, может, уже пора какую-то железнодорожную лигу открывать как-то вот? Я поддерживаю. КОНЕЦ Ирина, с победой! Поздравляю! Честно, ожидали, что вот такой вот будет успех? Такого успеха, конечно, я надеялась на этот успех, но прям на 100% не была уверена, конечно. Как сложился для вас этот турнир? Полуфинал мы видели, там были всякие пробуксовочки, но в целом? В целом начало не сдалось от слова совсем. Мы, кстати, первый танец у нас тоже, нам пришлось его пританцовывать. Мы начали с Калининградской железной дорогой первый танец. В финале мы тоже закончили с Калининградской железной дорогой последний танец. Вот, первый танец вообще не пошел, было очень мало очков. И Калининградская железная дорога обогнала меня всего лишь на 17 очков в первом танце. А у нас из группы выходит всего лишь два человека, а у нас еще три девчонки не танцевало. И я, конечно, подумала, что я уже как бы в пролете, в вылете, да. Но потом, когда станцевали наши еще три остальные девчонки с нашей подгруппы, они набрали еще меньше очков, и получается, что мы вдвоем с ней прошли вот дальше. И потом, когда уже мы вышли из группы, когда у нас пошла игра на вылет, сетка Олимпийской системы, тогда уже и настроение поднялось, заряд пришел, да. И как-то уже все пошло. Я, мягко говоря, небольшой специалист в джаз-дэнс. Но, тем не менее, отмечу четкость действий, да, вот, которые вы показали. Смею предположить, что вы немало тренировались. Ну, как немало? На самом деле, тренировались мы не совсем много, потому что у нас здесь достаточно много дисциплин, на которых мы выступали. Нужно и плаванию уделить время, и легкой атлетике, да, и ГТО нормативам, и джаз-дэнсу еще. И поэтому как-то тренировки нужно было все распределить, плюс работа, которая нас никуда не отпускает. И поэтому где-то на подготовку джаз-дэнса, ну, шел где-то месяц. Не так уже много тренировок было, да, но они были, конечно, тренировались, занимались. Как думаете, даст ли это начало чему-то большому в плане джаз-дэнса и вашего продолжения? Ну, я думаю, нет, потому что, ну, я все-таки немножко, у меня другая специализация. Я люблю кроссфит, турники, все-таки там больше бег, силовые какие-то, да. Джаз-дэнс — это, ну, это очень круто, бесспорно, это крутейший вид спорта. Но я просто его познала ввиду того, что это нужно было. Еще одна изюминка железнодорожных спортивных игр — это соревнования по керлингу. Третьи спортивные игры и третий раз проводят эти соревнования. Мы, наконец-таки, до них добрались. Здесь, на самом деле, свежо, видите, пришлось даже немножко приодеться. Плюс 23 на улице, а здесь у льда зябко. Что происходит? Это уже финал. Несколько дней шли отборочные соревнования. И мы добрались до финала, где встречаются Восточно-Сибирская железная дорога и Терпровжел, Мосжелтранс. Команды, которые показали отличный керлинг по ходу отборов. Это признают и профессионалы, и те, кто просто пришел посмотреть. Уже три года наблюдаю в качестве главного судьи за этими соревнованиями. И, безусловно, из года в год уровень мастерства команд растет. Потому что есть команды, которые приезжают сюда практически в полном составе уже третий год. И вот сейчас команды, которые играют в финале, они, безусловно, достойны того, чтобы там играть. Очень понравились дальневосточные ребята. Тоже чувствуется, что и у себя они готовились. Хорошая команда. Как вы считаете, почему такой, ну скажем, не самый распространенный спорт, как керлинг, прижился великолепно на железнодорожных спортивных играх? Ну, даже парадокс, почему он не такой распространенный. Потому что этот очень умный вид спорта, очень азартный, когда играешь. Сейчас он развивается у нас очень динамично, практически во всех регионах. Ну, правильно, что оценили наш спорт. Это нас только радует. Он очень интересный. Попробуйте поиграть, и вас это зацепит, безусловно. Какой из эпизодов в рамках этих соревнований вас особенно удивил? Может быть, что-то такое было запоминающееся особенно? Нет, ну, эпизодов было много. Много красивых бросков. Причем удивляет то, что это уже уровень такой, что как они запланированы, так и выполнены. Если раньше это было порой случайно более, такие красивые броски проходили, то сейчас это уже осознанно красивые броски. И некоторые команды уже начинают подумывать о тактических каких-то решениях. Так что это тоже радует. Ну, а пока тут спорят за медалей, мы пообщаемся с Виталием, представителем Московской железнодороги, который уже закончил выступление. Как вы прикоснулись к керлингу здесь? Как это было? Ой, керлинг – очень непростой вид спорта. Со стороны, в первый раз, когда я в детстве увидел, там, на Олимпийских играх, ну, часто показывали, вот. Мне казалось, что там, ну, непонятно для меня, вот. Затем, вот, когда проводились Олимпийские игры уже в 2014 году в Сочи, вся страна следила, и, как бы, мне очень понравилось. Хотелось очень сильно попробовать поиграть. И когда на вот этих вот железнодорожных играх мы вместе решили проводить керлинг, я очень был доволен этому, с удовольствием поиграл в него, и мне очень понравилось. Вид спорта очень такой, кстати, энергозатратный, как неожиданно было об этом узнать, и очень азартный. Есть желание продолжить совершенствоваться в керлинге? Если честно, то да. Обычно, когда человек приезжает на какие-то соревнования, что-то не получается, а следующие соревнования будут только через год, то мысли первые, это значит, надо тренироваться этот год, приехать и выступить более достойно, и занять более высокое место. Чего я вам и желаю. Спасибо большое. Большое спасибо. Всего вам доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Естественно, соревнования немножко укорочены, иначе бы они растянулись на много-много-много дней. Но и даже в этом усеченном формате они даже стали более динамичны, и эти шахматы на льду, как еще привыкли называть керлинг, очень смотрибелен. Огромное количество зрителей, все поддерживают, многие, наверное, даже разобрались уже в правилах. Хотя они такие уж и сложные на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 все-таки взял верх и добился победы в этом турнире. Большинство официальных мероприятий проходят в концертном зале Павловского Госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. И здесь вот прям на подходе расположился очень эффектно и аккуратно стенд, или даже стенды того, кто ответственен за спортивную часть праздника, за спортивную часть фестиваля. Конечно же, это РФСО «Локомотив». Благодаря этому прекрасному, известному нам обществу все проходит на высоком уровне, соревнования действительно организованы блестяще и обслуживаются, я имею в виду и судейство, и то, как все организовано. Все это абсолютно высший класс. Регулярно здесь наши коллеги останавливаются, читают, ну-ка, что тут, что-то, может быть, новое даже для себя узнают. Но только не сейчас. А почему? А потому что сейчас начинается церемония награждения. Награждение тех, кто победил в классических дисциплинах. Давайте и мы туда отправимся, и, наверное, оставим все это без комментариев. Порадуемся за тех, кто победил, и будем вместе встречать золотых медалистов и тех, кто вообще поднялся на пьедестал. Знаете, заходя в этот зал, чувствуешь какую-то уникальную атмосферу, очень мощную энергию. И излучателями этой энергии, этой силы жизнеутверждающей, этой мощи являются в первую очередь, конечно же, наши уважаемые ветераны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тех, кто прикоснулся к этому празднику, победитель, с этим сложно поспорить. Но все-таки, ведь спортсмены боролись, они показывали все свое мастерство, и ветераны, и все те, кто сейчас имеет самое прямое причастие к железной дороге. И завоевали призовые места, их обязательно нужно наградить, как в личном зачете, так и в командном. И награждение продолжается здесь, на церемонии закрытия, в последний день нашего праздника. Сегодня награды тех, кто отличился в Фиджитале, и, конечно, общекомандный зачет подведут итоги, потому что это по-прежнему секрет, об этом никто не знает, и мы с вами тоже здесь узнаем об этом первыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу каждому в семье железнодорожника пожелать благополучия и движение вперед, как и положено, на зеленый семафон. Поздравляю всех. Давайте поприветствуем наших призеров. Восточно-Сибирская, Московская и, наконец, Северо-Кавказская железная дорога. Вот они, вот они, триумфаторы, призеры. Они сегодня находятся на пьедестале, заслужены абсолютно. Выступили прекрасно и в Фиджитале, и в классических дисциплинах. Вот они, победители нашего прекрасного спортивного фестиваля и конкретно железнодорожных спортивных игр Роспрофжел. Мы вместе. Молодцы. Ну а те, кто в зале, хлопают, поддерживают и собираются, наверное, навязать борьбу в следующем году. А мы поздравляем победителей. Ура! Ну что, а это победители? Северо-Кавказская железная дорога. Мои земляки, между прочим, для меня вдвойне приятно сейчас пообщаться с победителями. Честно признайтесь, знали ли вы до церемонии, что вы уже победили? Нет. Нет, было спорно. Интрига была до последнего. Интрига была до последнего. Уверенности не было. А когда ехали сюда, какие были задачи? То есть чувствовали, что ну, мы им там все в этом году покажем? Задача была только победить, только победа, забрать эту тарелочку, вписать сюда нашу, в Северо-Кавказскую железную дорогу, вписать нас в историю и просто доказать, что мы лучшие. За счет чего победили? Вот так вот, анализируя сегодня все происходящее в течение последних этих дней соревновательно. Командный дух. Да. Девиз «Мы вместе». Друг другу помогаем во всех видах спорта. Поддерживали друг друга. Моральная поддержка очень важна. А как это, в чем это заключается вообще? Вот, ну, спортивный дух, поддержка, здорово звучит. А вот на деле? Если посмотрите, у нас все, все в команде, разные физиологические, и маленькие, и легенькие, и здоровые крепыши, под 100 килограмм. Но, если заметили, в соревнованиях требуется и скорость, и ловкость, и все. Мы взаимокомпенсировали друг друга. Тем самым помогали достичь в атлетике второе место. Плавание чуть-чуть не дотянули, но фиджитал спорт. Кстати, как фиджитал? Я видел, как вы вчера здесь... Да-да-да, я тоже это видел, естественно, вчера своими глазами. В целом, как вам вот эта вот новая более-менее история для спортивных железнодорожных игр? Это что-то новое, и мы это впервые попробовали на себе, но мы готовились и тренировались. Спасибо нашему капитану Кате. Это очень интересная дисциплина, очень интересно поучаствовать, учиться всему новому, необычному, грубо говоря, смотреть в будущее. Не знаю. Проходите на наши тренировки, мы покажем. Кстати, а что с тренировками? Насколько серьезно вы готовились? Была ли планомерная, целенаправленная подготовка к этому фестивалю? Нас готовили чемпионы России по фиджитал-тактической трехмерной стрельбе «Донстук» совместно с «Черепахами». Про наших, не забыть, Диму Федина, сказать Илье Абгарскому. Это ребята, которые нас поддерживали очень сильно, следили за нашим физической готовностью на эти соревнования. И вот до сих пор болеют, и прям не знают. Они до сих пор не верят. Находясь на родине, болеют за нас. Болеют, трансляции, смотрят, трансляции. Все на нервах, у всех ручки трясутся, все до последнего переживали на награждение, все подключились, все коллеги, все смотрели. В прошлые разы они не смогли приехать, спасибо им огромное. После того, как два года подряд было все это в любимом нами, многими, наверное, Кисловодске, а как вам выступалось еще в Казани, какие ощущения, какие впечатления от города, от организации, от всего, что вас здесь окружало? Мы ощутили себя олимпийскими чемпионами. Спортивные объекты на самом современном уровне организованы. Можно сказать, что Казань – наш город, раз мы здесь стали чемпионами. Мы вместе! Сергей Иванович, ну что, с праздником, с окончанием. Первые эмоции ваши сразу после того, как официальная церемония закрытия прошла? Первые эмоции – это, конечно, восторг. Это крупнейший, наверное, проект, который мы сделали. Совместив три проекта в один, и, конечно же, тот синергетический эффект, который мы получили. Вы видели сегодня этот зал, видели его настроение. Я очень благодарен нашим спортсменам, которые сделали этот праздник своими достижениями, стремлениями к победам. Конечно же, огромная благодарность тем, кто организовывал его непосредственно устройством команд, их подготовкой, проведением самого этого мероприятия здесь, в Казани. Ну и, конечно же, наверное, вот эта благодать земли Казанской, она все-таки сделала свое дело. Потому что, ну, эмоции, они просто захлестывают. И правда, очень эмоционально было и атмосферно сегодня в зале, и в целом глобальность мероприятия действительно впечатляет. Мы справились тоже несколько дней. Пришлось ли вам как-то здесь импровизировать, или все прошло как по маслу? Вот в целом, как задумывали, так и получилось. Ну, конечно же, все прошло так, как мы задумывали. Мы не будем открывать всех секретов, всех тайн, но ведь никто ничего не заметил, да, что было какие-то... Конечно, были проблемы, но мы с ними постарались быстро справиться. И благодарю за понимание наших коллег тоже, которые вместе с нами пережили такие тонкости. Но, тем не менее, я думаю, что общая атмосфера праздника, она скрасила все эти проблемы, которые возникали. Мне сомнится, что каждый поучаствовавший уехал отсюда довольный. Если заглянуть вперед, в ближайшее будущее, или, может быть, немножко отдаленно, какие планы, будут ли такие глобальные мероприятия впредь, или что вообще думаете? Ну, я могу говорить только за проект Роспровжел, железнодорожные спортивные игры, мы вместе. Конечно, этот проект очень живой, и вы видите, что он каждый год трансформируется, в него что-то добавляется. Сейчас уже в полной мере мы используем фиджитал-спорт, и думаю, что все те новшества, которые будут появляться в спорте, все новации, мы будем также использовать. Потому что мы работаем в компании «Российские железные дороги», это инновационная компания, это инновационные люди, и, конечно же, таким же точно должен быть инновационный спорт для этих людей. Казанский дворец гимнастики с легкостью вместил всех железнодорожников, которые приехали сюда, на этот прекрасный фестиваль. Сразу три в одном глобальное событие завершилось, так же блестяще, как и началось. Довольны оказались все, может быть, те, кто проиграл, конечно, не совсем, но это стимул развиваться, расти над собой. Но самое главное, девиз «Мы вместе» действительно был здесь подтвержден. Вместе железнодорожники двигаются вперед, к новым соревнованиям, к новым играм и к новым победам. А мы вместе с ними. Это только спорт на РЖД ТВ, у нас интересно всегда. РЖД ТВ